МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в гостях в нашей студии Николай Алексеевич Артёменко. Он обратился к нам в редакцию и сказал, что на одном из кадров архивного материала, посвященного юбилею гостелерадиокомпании, узнал свою сестру. Сегодня он в гостях в нашей студии и сам обо всём расскажет. Здравствуйте. Я хочу сказать большое спасибо ГТРК Хакасии за организацию такой передачи. Это не только история ГТРК Хакасии. Это история Хакасии, это история города, история отдельного учреждения. Мне очень было приятно увидеть мою сестру Софью Алексеевну Русакову, которая проработала в Баканском роддоме с 1949 года по 1994 год. Николай Алексеевич, давайте прямо сейчас посмотрим тот самый кадр, уникальный, действительно, и для нас, и для вашей семьи, на котором запечатлена Софья Алексеевна. Спасибо. Да, вот это моя сестра на переднем плане. Пришла она работать в роддом в 1949 году. Роддом был маленький, это за магазином «Тысяча мелочей». Было 4 медсестры детского отделения, 4 акушерки, врач-гинеколог, врач-педиатр. Вот она в то время работала с такими врачами, как Алла Петровна Суботина, Альбина Николаевна Гнединкова. Из гинекологов была Елизавета Захаровна Шуб. Была, значит, Анастасия Максимовна Гордовская. То есть она стояла у самых истоков вообще вот создания, действительно, службы родовспоможения в республике. Помните ли, как она отзывалась о своей работе? Ведь это действительно тяжелая и очень ответственная работа. Ну, работу она очень свою любила. Работала очень много. Условия работы были не только у нее, и у всего медперсонала очень трудные. Представьте себе, все леч-учреждения, которые находились на этом пятачке, вот в Абакане, где «Тысяча мелочей», где ювелирный магазин, все эти учреждения отапливались дровами, углем, вода была привозная. И вот представьте себе, каждого ребенка нужно было запеленать, обработать, вода должна быть горячая, пользовались дезрастворами всевозможными. Это все было очень трудно работать. Это все-таки как-то отражалось на состоянии кожи и здоровья. И, конечно, в детском отделении, как в других отделениях, можно где-то маленько посидеть, прикурнуть, как говорится, а работа с детьми – это очень ответственное. И в то время были недоношенные дети. Если сегодня у нас есть в роддоме палаты интенсивной терапии, где работают реаниматологи, а раньше такого не было. Они сами справлялись, сами боролись за жизнь. И каждая жизнь была эта для них дорога. Расскажите, мы знаем, что у вас настоящая династия медиков. Расскажите, кто пошел по ее стопам. И вы ведь сами имеете отношение к медицине. Ну, не все пошли. Я тоже заканчивал Абаканское медучилище в 64-м году. Судьба так не сложилась, чтобы я потом стал врачом, но я закончил институт. И в дальнейшем моя была судьба, связанная с Абаканским медучилищем, 39 лет. Последние 20 лет работал директором. Ну, и у Софьи Алексеевны есть сын, он работает зубным техником. Есть два внука и внучка тоже зубными техниками работают. Старший сын, он тоже работал водителем, но работал на скорой помощи. Все равно как-то со здравоохранением связано. И мне было очень приятно увидеть ее. Вот именно эта история. У нас дома такой нет фотографии. Я еще раз благодарю вас, чтобы сумели, организовали. Я думаю, что я не первый. И не последний, которые придут к вам на студию и будут говорить слова благодарности за организацию такого цикла передачи. Действительно, Абаканский роддом за всю свою историю становился не раз центром очень значимых событий, в том числе рождения 100-тысячного, 150-тысячного и повозрастающих жителей Абакана. Я вас перебью маленечко. Вот если считать 49-й год, 94-й год, каждый рожденный в Абаканском родильном доме побывал в руках у моей сестры. Она как бы крестная мать или бабушка или тетя. Даже были случаи, когда дети, рожденные в Абакане, в Абаканском роддоме, рожали опять в Абаканском роддоме, и опять дети были в руках моей сестры. Замечательно. Действительно, очень ценно, что такие люди попадали, и не случайно такие люди попадали в кадр именно в объектив видеокамеры. И возвращаясь к вашим словам о том, что вы не первый, не последний из гостей в нашей студии, хотелось бы обратиться к нашим телезрителям. Тех, кто узнал себя на этих кадрах. И, конечно же, очень хотелось бы найти эту семью, в которой родился 100-тысячный житель города Абакана. И хотелось бы увидеть и узнать судьбу именно вот этого самого жителя, центра вот этого события. И мы были очень рады, если бы они пришли к нам в студию и отозвались прежде всего. Николай Алексеевич, вам еще раз спасибо огромное, что позвонили, что рассказали о своей сестре, уникальном человеке, который вошел в историю. А мы еще раз напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры и видеозапись хранится в архиве гостей или радиокомпании, звоните к нам в редакцию. Вы станете следующим гостем нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова